всех приветствую на своем канале меня зовут ангелина и сегодня видео хочу рассказать вам о том как проходит мое утро конечно каждое мое утро не похоже на предыдущие но какие-то утренние ритуалы они повторяются изо дня в день и сегодня я хочу вам их показать и рассказать оставайтесь со мной всем желаю приятного просмотра уж на работе я уже тоже на ногах а наш трикозлик еще спит и это неудивительно так как всю ночь он развлекается и будет нас чтобы мы тоже принимали участие в этих развлечениях и пока он просыпается я иду в ванну чищу зубы далее уже приступаю к умыванию лица я использую очищающий гель от церави мне он очень нравится он хорошо очищает кожу лица и увлажняет ее кстати идет он с гиалуроновой кислотой и его достаточно намылить в руках и нанести на влажное лицо а потом хорошенько промыть водой последнее время я использую бумажные полотенца думаю это более гигиенично промокнул лишнюю влагу с лица выкинул полотенце и микробы как говорится больше на нем не будут скапливаться и попадать на лицо после я использую тоник для лица многие считают его бесполезным не знаю мне очень нравится тот эффект который получаю после использования тоника так как я работаю из дома и время на дорогу не трачу я иногда люблю порадовать себя утренним душем ну и конечно после душа меня ждет завтрак и сегодня это смузи с бананом и я заранее достала замороженные ягоды здесь у меня немного малины вишни и сливы добавляю все в чашу блендера добавляю также воду взбиваю и получаем очень тонизирующий бодрящий и дающий на весь день силы и энергию вкусный напиток а после завтрака обычный я привожу себя в порядок и наношу легкий макияж первым делом использую сыворотку потому что наша кожа на лица нуждается в увлажнении учитывая что я работаю из дома и воздух в квартире очень сухой сыворотка приходится как всегда кстати базу для макияжа я не использую но иногда просто наношу дневной крем а сегодня решила обойтись без него сейчас наношу тени для своих голубых глаз предпочитаю использовать песочные и золотые оттенки далее я наношу консилер спонжики я кстати никогда не использую не знаю они мне не нравятся делаю все по старинке своими пальчиками и мне кажется что так выходит гораздо лучше чем ешь если использовать он же затем наношу тональный крем вот сколько себя помню пользуюсь всегда кремом от мебеля это один из бюджетных тональников она мне очень нравится на каждый день мне кажется идеальный вариант не дает какого-то дополнительного блеска лицу в конце дня ложится ровным подстраивается потом кожа держится целый день ничего с ней не происходит и после того как тональный крем я нанесла приступаю к оформлению бровей после того как с бровями я закончила наношу подводку для глаз это мне кажется один из самых сложных процессов моего макияжа никак не могу с первого раза ровные четко нарисовать линии несколько лет рисую стрелки и все равно иногда приходится нарисовать ее результат не устраивает стираешь рисуешь заново и так иногда могу я стирать и рисовать эти стрелки по пять раз для меня в общем это занятие не из легких после того как мои стрелки на месте приступаю к прокрашиванию ресниц тушь у меня сейчас от буржуан хотя ранее всегда использовала тушь от мэйбелин и мне кажется что в последнее время от мэйбелин у меня появилось какое-то раздражение в глазах глаза стали краснец появился зуд и я перешла на буржуа и чему я очень довольна мне нравится как это тушь ложится на ресницы нет каких-то комков она не осыпается дает ресницам хороший объем и здорово их удлиняет кстати я всегда прокрашиваю нижние ресницы хотя многие говорят если прокрашивать низ то становится более заметны морщины не знаю но мне кажется без прокрашенных снизу ресниц макияж не выглядит завершенным сейчас я наношу румяна ну все осталось буквально два штриха нанести блеск для губ и распустить волосы и потом со спокойной душой можно идти работать спасибо что вы провели это утро со мной обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте ваши комментарии желаю вам хорошего дня отличной рабочей недели и пока пока увидимся в следующих видео